Всем привет, с вами Грэн Кокрэн с сайта RecordingRevolution.com. Сегодня в этом видео я расскажу вам две маленькие хитрости, как классно записывать вокал. Этим способом пользуюсь я и мои клиенты, и я всем его советую. Есть много переменных, которые делают качественной вашу запись. Для начала вы должны быть хорошим певцом, иначе запись получится не камильфо. И естественно, еще очень сильно влияет микрофон. Не то чтобы есть лучше и хуже, они просто разные, и вы должны знать, какой микрофон подходит под вас лучше. И возможно, вам не нужен сверхдорогой. Еще одной переменной является комната для записи. Многие пишутся в студии, многие пишутся дома, где нет хорошей шумоизоляции, вы не можете это контролировать. Но есть две вещи, которые вы можете контролировать. Дистанцию от микрофона и реле усиления на вашей звуковой карте. И вот эти две вещи сделают огромную разницу в качестве записи вашего вокала. О них я и хочу поговорить, собственно, в этом видео. Элементарно, всего лишь две вещи, которые необходимо знать для качественной записи вокала. Сегодня я использую Rode NT1A. Это отличный конденсаторный микрофон, который не шумит, имеет большую диафрагму, и очень хорошо подходит для пения и прочих задач. И для вокала он просто отличный. Он идет с микрофонным пауком и, собственно, вот с этим поп-фильтром. Кстати, о поп-фильтре. Он необходим вам. Это элементарная штука за 20 долларов, которая реально улучшит качество вашей записи. Без него никак. Если у вас все еще нет поп-фильтра, ну, вам просто необходимо его купить. Всего лишь 20 долларов, но это очень большой результат. Он убьет звуки B, P и все остальные, которые вырываются вместе с воздухом во время чтения или пения. И это очень, очень сильно улучшит качество вашей записи, вашего вокала или речитатива. Ну и номер два, конечно, ну не каждый микрофон идет сразу с пауком и со всеми этими прибамбасами. Я свой, например, 8 лет назад купил, и он был именно в такой комплектации. Поэтому у меня обыкновенный микрофонный паук, обыкновенный поп-фильтр, который прикручивается к стойке, и ничего такого необычного. Кроме своей основной задачи, поп-фильтр помогает нам соблюдать дистанцию от микрофона. Вот знаете, многие люди читают от микрофона очень близко, через счет близко. И это очень плохо по двум причинам. Вот первая из них. Большинство микрофонов, будь то конденсаторные или динамические микрофоны, большинство микрофонов имеет кардиоидную направленность. Это означает, что микрофоны снимают звук перед ними в зоне, похожей на сердце. Кардиоидная форма позволяет избежать негативных звуков со сторон, и снимает звук только перед микрофоном, то есть ничего лишнего. Если у вас именно такой микрофон, а вероятнее так и есть, то чем ближе вы к нему поете или играете на гитаре, тем больше баса вы привносите в ваш звук, в вашу запись. Именно так, в принципе, это и работает. И это отлично, если вы парень из Голливуда, который озвучивает трейлеры. Знаете, такой взрывной голос. Но для пения я бы не советовал использовать именно такой подход, ибо микрофон просто-напросто перестает воспринимать ваши вокальные данные и просто-напросто съедает их. И такая озвучка подходит исключительно для кинотрейлеров. Итак, сила, сила в записи вам не нужна. Для студии вам нужно звучать натурально, живо. Надо звучать так, будто бы я в комнате, и вы слышите, как я вам пою, наживо. И в микрофоне вы должны слышать себя натурально. Понятное дело, потом вы все это завешаете плагинами, но я говорю о исходной дорожке. И чтобы решить этот вопрос, вам просто не надо подходить близко. Вот так вот. Я люблю делать запись на расстоянии не менее 20 сантиметров. То есть я ставлю поп-фильтр на расстоянии 15 сантиметров от микрофона. То есть это моя черта, это мой визуальный предел, который я ограничиваю своим поп-фильтром. И он не позволяет мне приблизиться ближе к микрофону. И даже если вокалист будет двигаться туда-сюда, он все равно не приблизится ближе 15 сантиметров к микрофону. Но кроме дистанции от поп-фильтра к микрофону, я сам соблюдаю еще определенную дистанцию к этому поп-фильтру. И вот, как сейчас вы меня видите, такую дистанцию я обычно и соблюдаю при записи. И вот так, собственно, я и делаю свои записи, потому что так я звучу натурально и передаю весь тон своего голоса. Эта дистанция передает часть моего грудного пения, и она оптимальна, чтобы сделать мое пение с эффектом присутствия в комнате. Также очень полезным элементом во время звука записи является движение телом. Это дает колоссальный эффект, и результат записи голос становится более реалистичным. Неважно, в каком жанре вы исполняете, будь это рэп или просто сольное какого-нибудь пение. Любое пение имеет свою эмоцию. Вы не можете просто стоять как робот и шевелить только лицом. Это в принципе невозможно. Это безэмоциональное пение. Такого пения в принципе не бывает. Вы же не можете быть роботом. Большинство из нас двигается в каком-либо направлении, когда мы чувствуем бит, либо же когда вы двигаете телом, набирая воздух, пытаясь взять высокую ноту, и вы даете ее на гора, и это и есть то самое движение. То есть дистанция большая. И это очень хорошо, это замечательно просто. Но не стоит отходить слишком далеко от микрофона. Проблема в том, что микрофон, он не имеет мозгов, и он не будет улавливать только ваш голос. Если вы отойдете слишком далеко, то отражение от стен, рефлекция, реверберация и все станет более приоритетное, чем ваш голос, и звучать вы будете уже не так хорошо. Не у всех есть возможность записываться в профессиональных студиях, где звуковая рефлекция, то есть реверберация и все реминизированные до нуля, всегда есть какая-нибудь реверберация. Обычно, особенно в домашних студиях. И ваша задача делать вашу звукозапись более приоритетной, чем рефлекция, которая отбивается от стен. И в приоритете вы должны быть громче. Шум и реверберация всегда присутствуют, но при правильной записи в миксе их не слышно. Но отходя далеко от микрофона, мы можем нарушить этот баланс, поэтому далеко лучше не отходить. То есть я нашел свою черту, на которой я делаю звукозапись, как вы можете видеть, это и есть моя абсолютно идеальная дистанция, которую я соблюдаю. Дистанция это ключ, соблюдайте ее, и это определенно улучшит качество звукозаписи. Вторая вещь это гейн, то есть усиление вашего преампа, звукового устройства, звуковой карты. И многие новички сильно лажают, когда делают гейн очень громким. В итоге в обработке голос звучит сильно скучным, неинтересным, неживым, и в миксе это создает большие проблемы. Если вы, как и большинство людей, делаете запись в 24 бита, то я советую вам сделать преамп потише, ниже 50%. Когда вы поете или читаете текст, просто-напросто глазами следите за вашим Pro Tools или за вашим преампом, который вам сообщит, в какой зоне громкости вы сейчас находитесь. Не выходите дальше зеленой, в оранжевую или красную, и тем более не допускайте клипов. Это просто очень ужасно, если вы дошли до этого предела. Это первый шаг, понятно? Я люблю делать запись, чтобы она была в районе 50%, но она может доходить до 55, там чуть-чуть ниже, выше, это в принципе не важно. Но среднее колебание должно быть в районе 50%. Вы будете звучать лучше, если будете записываться тише. Не очень-очень тихо, потому что потом вы ничего не сможете сделать с записью. Но 50% — это как раз оптимальная величина. Смотрите просто на датчик в вашем Pro Tools или в любом другом секвенсоре, и вы поймете, что я имею в виду. Сейчас я спою небольшую песенку, и вы сможете посмотреть, как это работает. Понятненько? Как видите, никакого сумасшедшего крика. Я просто спокойно пел и хорошо передал свой звук. Как видите, звук не приблизится к 75%, к 100%, он был в районе 50%, это звучало хорошо. Тем более, если вы делаете запись в несколько дорожек, и потом хотите наложить их друг на друга, то громкие записи просто-напросто обрушат весь ваш трек, и он станет чересчур басистым и непригодным ни на что. Если вы хотите слышать себя громче во время записи, сделайте это просто в вашем секвенсоре во время прослушивания или исполнения, но не усиливайте ваш преамп, это вам не поможет, это испортит ваш трек. Как видите, все просто. Это просто две вещи. Дистанция от микрофона и не сильное усиление вашего реле на вашем преампе или звуковой карте. Ролик озвучивал Дико, группа VK.com.mc.dico. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу обязательно, там еще много чего интересного. Еще услышимся.